Добрый день! В этом видео я расскажу, как собирается головоломка под названием Mirror S, которую часто путают с обычным зеркальным кубиком, который также называют Mirror Blocks. В чем же разница? Если обычный Mirror Blocks это просто кубик 3х3, у которого вместо цветов надо различать форму элементов, то Mirror S это в принципе то же самое, но здесь некоторые элементы одинаковые. Если мы посмотрим на Mirror Blocks на одну грань, есть центр, маленькое ребро, большое ребро, один размер ребра, другой размер ребра, все четыре ребра разные. Уголки, маленький уголок, чуть побольше уголок, еще больше уголок, самый большой уголок. И все элементы на каждой грани разные. Здесь же, если мы присмотримся, центр, ребро, точно такое же ребро. Здесь тоже два одинаковых угла. Вот этот угол симметричен и этот угол симметричен. Причем некоторые углы симметричны по двум осям, а некоторые по трём. Например, вот этот угол, и ему противоположный симметричен по трём осям. Поэтому буквка S как раз и символизирует симметричность. Если присмотреться, то в Mirror S много симметричных элементов, и это приводит к тому, что здесь возникают псевдопаритеты, и некоторые неопытные сборщики испытывают некоторые трудности при борьбе с ними. Здесь я постараюсь подробно рассказать обо всех тонкостях сборки этой головоломки. Прежде чем приступать к освоению Mirror S, необходимо уметь собирать обычный кубик Рубика 3х3. Без этого знания будет очень трудно понять то, о чём я сейчас буду говорить. И я не буду нацеливать это видео на тех, кто не умеет собирать кубик Рубика. Поэтому, если у вас таких навыков нет, лучше сначала научитесь собирать обычный кубик Рубика, а потом уже остальное. Также желательно уметь собирать обычный зеркальный кубик. Так тоже будет проще. Но я понимаю, что многие могли просто по ошибке купить вместо зеркального кубика именно версию Mirror S, поэтому постараюсь рассказать поподробнее о всех нюансах. При перемешивании Mirror S теряет свою форму. Этапы сборки такие же, как у стандартного кубика Рубика. Но здесь они проходят значительно проще из-за того, что много одинаковых элементов. Если мы присмотримся, то у нас есть два типа центров. Есть длинный центр, есть короткий центр. Три таких, три таких. Я обычно начинаю сборку именно с длинных. Но это не принципиально, но показывать я буду именно так. Для начала собираем крест, как и на обычном кубике Рубика. К примеру, вот какое-то ребро, оно стоит у длинного центра. Поворачиваем до тех пор, пока не совпадет с еще одним центром. Допустим, что вот здесь мы будем делать крест. Именно на этой грани. Хотя можно и на этой. Не важно. Допустим, здесь одно ребро есть. Ищем еще. Видим, к примеру, вот такое ребро, которое хорошо подходит к этому центру. Опустим вниз. И у нас у креста уже два уса. Крест мы собираем сразу правильный. Дальше. Видим центр. К нему нужно большое ребро. Давайте вот это предложим. Естественно, он подходит, поскольку ребер здесь всего лишь два типа. Большие и маленькие. Соответственно, маленькое ребро, к примеру, вот такое мы предложим для этого центра. Пускаем. И вот крест собран. Вот так вот выглядит правильный крест на меру S. Дальше необходимо собрать первый и второй слой. Я для начала покажу методом для начинающих. В обычном кубике 3х3 мы находили угол, размещали его над своим местом и делали определенное количество пиф-папов. Но поскольку вот этот большой угол, он полностью симметричный и любая сторона нам подойдет как правильная, можем сделать всего лишь вот эти три хода, неполный пиф-паф и он станет на свое место. Дальше возьмем, к примеру, вот этот тоже симметричный элемент. В данном случае он будет по двум ассам симметричен. Размещать мы будем его опять же над самым маленьким местом. То есть большой мы расположили между двух больших ребер, маленький расположим между двух маленьких ребер. Вот эта сторона как будто белая, если бы мы начинали с белого цвета в обычном кубике. Поэтому здесь достаточно сделать три пиф-пафа. Один, второй, третий. Здесь заодно устало ребро, чего мы сейчас не планировали. Вот уголок стоит на месте. Ищем дальше. У нас остается вот такой угол и вот такой угол. Несмотря на то, что они сейчас стоят по-разному, на самом деле это одинаковые углы. И нам их нужно расставить на свои места. Чтобы понять, какой угол откуда, можем просто вот в одно движение так вот повернуть. Если уголок правильно становится на свое место, то есть вот такая форма должна быть, то он значит отсюда. Если мы возьмем другой угол и также его предложим сюда, он встанет неправильно. Значит он не отсюда. На этот момент обращайте внимание, чтобы не стараться лишний раз. То есть если мы начнем делать пиф-пафа для этого уголка, он в конце концов встанет на место. А этот, сколько ему пиф-пафов не делали, на место вот на это не встанет. Ну, здесь смотрим, как лучше сделать. Ну, можно сделать, к примеру, обратный пиф-паф. Ну, или пять обычных, кто как умеет. Дальше. Вот этот уголок остается нам поставить на место. На самом деле, здесь есть не только этот уголок, но еще вот этот. Они тоже одинаковые. Если нам вот этот, к примеру, не понравился, а он нам нравится, то мы могли бы взять другой. Вот этот. А этот тоже нам подойдет. То есть можем любой из этих уголков поставить сюда. Они оказались совершенно одинаковыми. Для этого мы тоже сделаем обратный пиф-паф. Если бы уголок находился вот в таком положении, нам достаточно было бы сделать один пиф-паф. Вот у нас все углы на месте. Для того, чтобы расставить ребра по местам, будем опять же использовать алгоритмы из кубика 3х3. Если ребро необходимо сверху переместить в левый слот, то мы делали такой алгоритм. Отводили в сторону, поднимали место, возвращали, возвращали. Получалась вот такая пара. Отводили в сторону, поднимали слот, вставляли пару, возвращали. И у нас ребро становилось на место. Если ребро необходимо переставить сверху в правый слот, то мы делаем следующий алгоритм. У, Р, Уштрих, Рштрих, Уштрих, Фштрих, У, Ф. Либо интуитивно. Здесь мы видим, что вот это крупное ребро необходимо поставить в правый слот. Мы его разместили над своим центром. А своих центров здесь либо этот, либо этот. Без разницы, потому что они одинаковые. Если мы над этим центром разместим, то будем помещать вправо. Если над этим, то влево. Ну, как удобнее. Допустим, я размещу вот это ребро над вот этим центром и буду перемещать его в правый слот. Ввожу в сторону, создаю пару и вставляю пару на место. Ничего хитрого. Вот это ребро, очевидно, должно встать в левый слот. Делаем зеркальную комбинацию. Вводим в эту сторону и вставляем на место. Вот у нас некоторые ребра собрались. Здесь можно подумать, что нужное ребро стоит на своем месте, но неправильно. То есть нам как бы нужно его извлечь и потом вставлять на свое место правильно. Но особенностью кубика Мерра С является то, что у него ребра одинаковые. Мы просто вместо вот этого возьмем какое-нибудь другое и поставим на свое место. Либо это, либо это. Какое нам больше нравится. Они одинаковые. Ну вот это уже стоит над своим центром, не выпирает. То есть если над этим разместим, будет выпирать. Не его центр. А над этим все хорошо. Это ребро нужно переместить вправо. Делаем алгоритм. Поскольку здесь неориентированные центры, то есть самые обычные, квадратные, неважно как они стоят, то вместо вот этого алгоритма можно использовать любой другой для установки ребер на свои места. Даже ромашки, лесенки, что угодно. То есть как умеете, так и ставьте второй слой на место. В конце видео я покажу, как это делать при помощи F2L. Будет чуть быстрее. У нас получились собранные два слоя. Соответственно нужно переходить к верхнему. Для начала нужно сделать крест на верхнем слое. Здесь у нас стандартные ситуации. Палка, галка и точка, как на кубике 3х3. Если на кубике 3х3 нам стрижалась галка, то можно сделать фронт, два пиф-пафа, фронт штрих. Либо можно сделать фронт, один обратный пиф-паф, фронт штрих. И тоже получается крест. Обычно на шейп-модах я использую именно обратный пиф-паф. Галка на мере S выглядит вот так. Элементы, которые расположены плоско, будем считать как будто не желтые. А которые выпирают, значит они не желтые. То есть нам нужно привести именно к более плоскому состоянию. Хоть это не совсем так работает, но поначалу удобно на это ориентироваться. Сейчас мы видим, что у нас действительно есть галка. Соответственно я делаю фронт, обратный пиф-паф, фронт штрих. И получаем крест. В случае, когда на кубике 3х3 была палка, мы делали фронт, обычный пиф-паф и фронт штрих. Палку на кубике мере S встретить достаточно сложно, но если вдруг попадется, то выглядит она вот так. И мы делаем то же самое. Фронт, пиф-паф, обычный фронт штрих. И получается крест. Сразу скажу, что точку, как на кубике 3х3, на мере S встретить невозможно. Чуть позже я объясню почему. После того, как собран крест, мы должны развернуть эти неправильно повернутые уголки в плоское состояние, как вот эти. В кубике 3х3 мы разворачивали желтую сторону влево и делали определенное количество пиф-пафов для каждого неправильно повернутого уголка. Если желтый цвет был направлен вверх, мы делали 4 пиф-пафа, потом подворачивали другой уголок. Если желтый был направлен назад, то делали 2. Также можно использовать алгоритмы OLL, которые вам известны. Ну, к примеру, здесь уши. Мы можем здесь также, как на обычном кубике, взять вот этой стороной как бы желтой влево и делать определенное количество пиф-пафов. К примеру, здесь мы предполагаем, что вот эта сторона как бы желтая и она направлена назад. Поэтому мы сделаем 2 пиф-пафа. И развернулось правильно. Подворачиваем левую грань и здесь делаем, видимо, 4. Поскольку все должно быть кратно 6. Один, второй, третий, четвертый. И видим, что все стало плоским. Значит, как бы желтая сторона. Дальше по методу для начинающих необходимо расставить по местам ребра, а потом углы. В данном случае ребра уже сразу встали на свои места. Но может быть такое, что их придется переставить. К примеру, вот здесь. Из-за того, что ребра симметричны, здесь есть несколько положений, из которых можно делать алгоритм для перестановки ребер по методу для начинающих. То есть у нас вот это ребро стоит у своего центра и вот это у своего центра. Но мы можем повернуть еще. Тогда будет вот это ребро на месте стоять и вот это. Делать можно алгоритм из любого положения. Такого, что нам применять алгоритм дважды на кубике меры S не существует. Поскольку даже вот такое теоретически подогнанное состояние, когда два ребра стоят напротив, и придется делать либо это первым, либо два раза алгоритм, представляющий ребра, он легко переводится одним поворотом в полностью собранное состояние. Так что ребра правильные напротив у нас располагаются в том случае, если у нас уже они стоят все правильно. Делается в один поворот. Единственная возможная ситуация, когда у нас два ребра стоят на местах, а два нужно переставить. В кубике 3х3 для этого мы использовали алгоритм под названием семерка. Располагали слева и сзади правильно стоящие ребра и выполняли. Он подробно описан в методе для начинающих для обычного кубика 3х3. И все ребра становились по местам. Но здесь мы сделаем то же самое. Расположим правильно стоящие ребра слева и сзади и выполним этот алгоритм. На себя, вверх два раза, от себя, два раза, на себя, фронт и впав на себя, фронт обратно, два раза правая и двор. И у нас получается, что все ребра встали по местам. Остается переставить углы. Кубики 3х3 для перестановки углов мы использовали следующий алгоритм. Мы находили правильно стоящий угол, прокидывали желтую грань на себя и этот угол располагали слева сверху. И делали следующие движения. И кубик собирался либо с первого раза, либо со второго. Если правильно стоящих углов не находилось, просто делали алгоритм из любого положения желтой гранью к себе и угол появлялся. Здесь рассмотрим вот такую ситуацию, что у нас правильно стоящий уголок и есть. Эта грань как бы желтая, прокидываем к себе и делаем тот же самый алгоритм. Низ два раза. Низ два раза. И правый слой. И как бы все собрано. На самом деле можно особенно заморочиться и сделать так, чтобы направление этой штриховочки на наклейках было на всех элементах одинаковое. Но это в разы повышает сложность головоломки и редко кому это интересно. Если хотите, можете попробовать самостоятельно. Я этот вопрос рассматривать сейчас не буду. Иногда бывает, что действительно все вот так просто и кубик собирается. И никто не видит в нем никакой сложности. Но из-за симметричности элементов здесь могут возникать псевдо паритеты. И один из них на этапе ОЛЛ, другой на этапе ПЛЛ. К примеру, при сборке креста может получиться такое, что у вас три ребра будут как бы правильно ориентированы, а одно нет. Что на кубике 3х3 невозможно. И если у вас есть опыт сборки таких головоломок, как Фишер Куб, зеркальной или обычной версии, то вы можете сразу вспомнить о наличии псевдо паритета. То есть вот у нас одно ребро ориентировано неправильно, а три ребра стоят на месте. Что равносильно вот такому вот случаю на обычном кубике 3х3. Из-за симметричности ребер мы не видим, что одно из них развернуто не так, поэтому возникает псевдо паритет. Также на кубике 3х3 у нас три ребра ориентированы правильно, а одно нет. То есть если мы решим вот эту пару обычным алгоритмом, то крест восстановится. Ну либо придет к положению, когда у нас ориентированы правильно два ребра, либо не одного, либо четыре. То есть четное количество. В данном случае мы конечно можем тоже попробовать развернуть какое-то одно из ребер. У нас их два симметричных. Это либо вот это, либо вот это. Можем. Но не стоит забывать, что у нас еще вот эти ребра симметричные. То есть на самом деле мы не знаем правильно ли ориентированы вот эти два ребра. Поскольку они симметричны и их ориентация выглядит в обоих случаях одинаково. Так вместо того, чтобы пытаться развернуть ребро на втором слое, можно просто развернуть одно из этих. А для этого мы просто посчитаем, что к примеру вот это ребро развернуто неправильно. А значит вот это правильно и вот это правильно. Два правильно развернутых ребра располагаются галкой. А значит мы просто можем сделать алгоритм для галки. Фронт. Обратный. И впав. Фронт штрих. И у нас получается крест. В некоторых случаях можно применить алгоритм и для палки. К примеру, мы скажем, что у нас правильно ориентировано вот это ребро. Ну оно очевидно правильное. И допустим вот это. Тогда у нас получается вот эта палка. Вот эти два ребра ориентированы неправильно. Теоретически мы можем взять и вот так. И сказать, что у нас ориентированы правильно вот эти ребра. Сделать опять алгоритм для галки. Но можно из такого положения. Представить, что вот это палка. И сделать фронт. Обычный пиф-пап. Фронт штрих. И получится крест. То есть, по сути, псевдопаритет на этапе OLL легко обходится. Легко решается. И многие его даже не замечают. Вот такой псевдопаритет можно диагностировать только в конце сборки. Поскольку, опять же, вот этот уголок может быть повернут одной стороной и другой стороной. И на этапе OLL мы не можем точно сказать, правильно он стоит или неправильно. Мы видим, что у нас уголок стоит на месте, но повернут не так. И надо его развернуть. Но мы из кубика 3х3 знаем, что один уголок развернуть невозможно. Это только механически. То есть, разворачивается обязательно минимум 2, а то и 3. Ну, если 2, так 2. Мы можем развернуть вот этот и вот этот. Почему этот? Потому что этот полностью симметричный, как кубик. Ему неважно в каком положении находиться. То есть, мы разворачиваем вот этот угол до того положения, которое нам необходимо. Для этого мы эту как бы желтую грань располагаем слева. И неправильный уголок сзади, сверху. Делаем пиф-пафы. Каждые два пиф-пафа смотрим, что меняется. Один пиф-паф. Второй пиф-паф. Смотрим, что уголок не развернулся как надо. Делаем еще два. Уголок стал правильно и вся верхняя грань собралась. Но здесь у нас нарушено. Просто подгоняем к этому месту наш полностью симметричный уголок. Кубик. И доделываем пиф-пафы, которые остались нам до количества 6. То есть, если на том угле мы сделали 4 пиф-пафа, здесь делаем еще два. Или просто делаем пиф-пафы до тех пор, пока у нас головоломка не соберется. Хватило двух пиф-пафов. Возвращаем на место. Еще один псевдопаритет, который может встретиться. Этот уже зависит от перестановки элементов верхнего слоя. Мы видим, что здесь вот этот угол и вот этот угол стоят не на своих местах. Но опять же, из кубика 3х3 мы помним, что не на своем месте могут стоять только три угла, либо четыре. Два угла стоять не могут. Такое бывает на кубике 4х4, где есть пиф-пафа. На самом деле, из-за того, что ребра симметричны, мы не видим, что помимо вот этих двух углов, возможно, какие-то вот эти ребра стоят тоже неправильно. Поэтому для решения такой ситуации мы можем просто любым алгоритмом переставить вот эти два ребра. Ну, либо вот эти два. И тогда у нас что-то поменяется, углы как-то переиграются между собой. Ну, и мы сможем стандартными методами, даже для начинающих, решить эту ситуацию. Если пробовать переставлять вот эти уголки, то мы ни к чему хорошему не придем. Мы выполняем алгоритм для перестановки углов. У нас два угла на месте, а два опять нет. Пробуем еще раз. Два угла на месте, два нет. Пробуем третий раз. И вернулись к исходной ситуации. То есть, надо переставлять ребра. Допустим, я переставлю два вот этих. Считаю, что вот эти ребра стоят на своих местах правильно. Делаю алгоритм из метода для начинающих. На себя два раза. От себя два раза. На себя фронт. Пиф-паф. И доделываем. Ребра как стояли, так и стоят. Мы разницы не видим. Но углы как-то переместились. И мы видим, что уже три угла стоят не на своих местах. А значит, мы что-то изменили. И мы сможем дорешать обычными способами. Берем правильный угол перед собой слева. Как бы желтая хрань перед нами. Выполняем базовый алгоритм. И головоломка собирается. Я уже показал все возможные ситуации и способы их решения для кубика Mirror S. На всякий случай покажу еще сборку с объяснениями. Где покажу, как можно собирать при помощи F2L. И еще пару случаев, которые можно решать чуть быстрее, если вы немного владеете методом Фридриха. Допустим, вот так вот замешана головоломка. Ищем какой-то длинный центр, у которого есть уже максимальное количество правильно стоящих ребер. Ну, в принципе, неважно. Допустим, возьмем, давайте, вот этот центр. У него стоит ребро. Переместим в правильное положение. Ищем другие. К примеру, вот ребро. Сюда нужно маленькое. Маленькое ребро у нас вот здесь. А, там уже на месте стояло. Ну, неважно. И еще одно. Здесь много одинаковых элементов. И часто они уже сами собираются. Вот мы собрали правильный крест. Теперь собираем пары. Очевидно, что удобнее начать с симметричных пар. К примеру, мы видим вот уже готовая пара. Вот она еще одна точно такая же. Можем ставить любую, ну, самый узкий слот. Вот у нас самый узкий слот. И сюда любая пара любым способом может встать. Здесь, к примеру, вот так. И пара стоит на месте. К примеру, если бы мы нашли ее разбитую в таком виде, могли бы ее как трехходовку все равно поставить на это же место. Вот здесь пара как бы стоит. Но мы вот это вдруг захотели. Ставим. И все так же хорошо. Аналогично мы поступаем и с самой крупной парой. Она тоже симметрична. Каким-то образом ее объединяем и устанавливаем в самый широкий на этот раз слот. Вот у нас пара. Ставим ее на место. Для того, чтобы поставить вот эти уже не такие симметричные пары по местам, мы сначала должны примерить, подойдет ли эта пара в это место. Ну, допустим, какую-то пару собрали. Вот такую. И пробуем. Вот на это место. Сюда. Подходит. Значит, мы можем эту пару сюда поставить. А возьмем на другое место. Сюда оно не подходит. Значит, сюда мы не поставим. Ставим в нужное место. Пара готова. И собираем еще одну. Видим какую-то типовую ситуацию. И видим как бы трехходовку. Пробуем. Раз. И пара встала не так, как надо. Если пара встала не так, как надо, ее достаем и собираем по-другому. То есть, у нас вот к этому углу ребро должно становиться не с этой стороны, а вот с этой. То есть, вот сюда нужно подогнать ребро. Опустим угол. Подводим какое-то другое ребро. Получим вот такую вот пару. Попробуем. Встанет ли она на свое место. Встанет. Значит, можно ее и доставить. Первые два слоя собраны. Дальше мы видим ситуацию, которая якобы палка. На самом деле она может быть и точка. Но наша цель развернуть только два вот этих вот ребра. Ну и делаем алгоритм для палки. Здесь у нас ОВЛ собрался. Дополнительных движений делать не будем. Смотрим сразу на ребра. Вот кажется, что у нас противоположные ребра стоят как бы правильно. Что надо либо два раза сделать алгоритм для перестановки ребер из метода для начинающих. Либо сделать ТПРМ. Но можно просто повернуть и все ребра станут по местам. Дальше. Смотрим. Тре угла стоят не на месте. Псевдопаритета PLL как бы нет. Делаем алгоритм. Давайте по методу для начинающих. С первого раза не собралось. Собираем со второго. И у нас выскакивает неправильно развернутый угол. Это трудно, как я говорил, диагностировать на ранних этапах. Поэтому решаем это в конце. Держим таким образом. Вот это как бы желтую грань считали. Прокидываем и крутим пиф-паф до тех пор, пока не станет правильно. Один пиф-паф. Второй пиф-паф стоит правильно. Мы сделали два пиф-пафа. Вот эта часть соберется, когда будет шесть. Поэтому подворачиваем вот этот уголок и делаем еще четыре. И все. Головоломка собрана. Рассмотрим еще случай, когда псевдопаритет на этапе PLL можно решить за один алгоритм. Мы видим, что вот эти два угла нужно поменять местами. И какие-то ребра тоже придется менять местами. Но почему бы не поменять вот эти два ребра одновременно с вот этими двумя углами? А за это у нас отвечает как раз алгоритм лямбда. То есть если нам необходимо поменять вот эти два угла, которые располагаются как бы справа. Но здесь есть два одинаковых ребра. То есть не в таком положении. Не два разных. А именно когда два одинаковых. То мы можем просто сделать лямбду. RU. R' F'. Их пав. R' F. R2. U'. R' U'. И головоломка соберется. Также может быть вот такая вот ситуация, где нужно переставить два угла, которые располагаются по диагонали. Мы их ставим так, чтобы один был справа спереди, другой слева сзади. Проверяем, чтобы левые и задние ребра были одинаковыми. И выполняем алгоритм из метода Джессики Фридрих под названием Копье. F. R. U'. R' U'. R. U'. R' F'. Их пав. R' F. R' F'. И также все за один алгоритм собирается. Благодаря симметричности этой головоломки здесь возникают псевдопаритеты. Но помимо этого, механически можно из нескольких таких кубиков сделать новые модели головоломок. На эту тему у меня есть отдельное видео. Можете посмотреть по ссылке в описании. То есть из семи или восьми таких головоломок можно сделать 7-8 новых моделей. На этом все. Тренируйтесь и все у вас получится. Всем спасибо. Всем пока.